Его супруга хочет плакать. Себя в руках держит. Дочь хочет плакать. Себя в руках держит. Келин хочет плакать. Сын хочет плакать. Себя держит. Я захожу в комнату. Он сам плачет. Я говорю, а? Молодь Шимуэль? Че ка субит? Он говорит, халфа? Че че мочих ману ёвтед? Я говорю, юбимаш мой, як садеков субим? Он начинает смеяться. Я ему все парашап. Йосеф Ацадик и жена Ботифара полностью рассказал. Иби он такой радостный был. Мы с ним столько дилетура имели ввиду. Но что я хотел бы сказать? Еще раз. Человек тяжело болеет, не знает, как меня успокоить, а утратить моего отца. Переживает о других людях. Супруга Гульсара Ниязова. Я вам скажу одну вещь. Прошлый Йом-Кипур для меня был жизненный урок. В прошлом году мы имели Йом-Кипур ресторан Амадеяс. Семьдесят человек, или немножко меньше, стоят на линии, чтобы я их бил в Малкут. Я один был в Малкут Лютей. Приходит моло Шмуэль, его супруга, и иха Матент. Он приходит ко мне, говорит, халфа, манам макхуд. Занет, сахзанет. Сама он уже сиял неханшо чувствует. Ибо жена говорит, иби халфа, не, бошу, его насахнешетет, бошу, 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 бошу. В этот момент, его очередь, чтобы я его бил в Малкут, мне телефонный звонок. Молодой парень говорит, давай, оставьте все, приходите сейчас ко мне домой, я со своей женой хочу развестись. Две наоборот пары. Одна поддерживает другого, вторая хочет уничтожить другого. Я говорю, сейчас в Йом-Кипу, вы можете до Йом-Кипу тебе простить?